Золотой писсуар Золотой писсуар Золотой писсуар Решил соблюсти Он принес арт-объект И вложил определенную сумму После того, как решили отказать этому художнику участие Один из членов жюри Известный французский художник Марсель Дюшан Отказался от занимаемой должности члена жюри И объявил, что эта работа Это его арт-объект Если в России в 1917 году большевики делали революцию То в Нью-Йорке в это время делал революцию в искусстве Марсель Дюшан Эта работа, которая даже не была выставлена Тем самым сделала революцию И заложила основы современного искусства И мы как раз об этом поговорим Каким образом это стало возможным Почему в названии вынесена тема алхимии И в каком смысле речь пойдет об алхимии Почему Марсель Дюшан является алхимиком Является ли это метафорой или чем-то большим Давайте разбираться Будьте добры, следующий слайд Марсель Дюшан родился в очень интеллигентной Обеспеченной семье Его два брата стали известными авангардистскими скульпторами Все в семье увлекались шахматами Занимались живописью Увлекались музыкой И Марсель Дюшан в 15 лет решил Что он тоже хочет быть художником И идентифицировал себя с импрессионистами Позже он подумал, что это недостаточно революционно Импрессионизм уже стал классическим, академическим Нужно придумать что-то другое Он начал увлекаться живописью Сезанна и Матисса Он экспериментировал в этой манере И позже до него дошло Все те работы, которые он нарисовал Они сами по себе неплохие Но они неплохие, поскольку другие художники уже сделали особый путь Они выработали определенные принципы Определенный стиль, определенную манеру письма И Дюшан по сути стал ремесленником Он применил эти принципы на себе И стал неплохим художником Но Дюшан был очень амбициозным человеком И он хотел войти именно в историю искусства Это человек, который был интеллектуалом Он пытался всячески просчитать свой успех Просчитать, каким образом можно попасть в историю искусства Если уже на тот момент тогда уже казалось, что все в искусстве сделано Уже есть множество направлений Уже столько модернистов, столько художников Пыталось сделать какой-то переворот в искусстве Но общество так устроено, что оно любую модернизацию перемалывало И делало чем-то привычным, обыденным Сезан и Матисс, которые прогремели в свое время Почему-то стали какими-то довольно классическими Привычными, комфортными, приятными художниками И Дюшан решает выработать определенные принципы Для того, чтобы попытаться войти в историю искусства Во-первых, он отказывается от визуальности Если предшествующие художники пытались отказаться от визуальности Работать с простыми фигурами, чистыми цветами То Дюшан говорит, что нет Матисс и Сезан, несмотря на их относительную модернизированность Тем не менее, остаются привычными художниками За счет того, что они остаются ретинальными художниками Дюшан вводит это слово ретинальное Слово ретина означает сетчатка, сетчатка глаза Он пишет статью о том, что Матисс и Сезан Все еще сообщают человеку, что мы находимся в той культуре Которой господствует сетчатка глаза Почему мы должны идти на поводу своего глаза Почему все искусство должно быть визуальным Потому что глаз очень любит любоваться формами, цветами Если даже изображается что-то уродливое, странное, безобразное Глазу это очень-очень приятно все как-то рассматривать Дюшан отказывается от визуальности Потому что любая визуальность так или иначе связана с коммерциализацией Вообще для многих художников начала 20 века Таких, которые всячески выступали критически против традиционного искусства Все они нападают на классическое искусство в связи с тем, что оно стало коммерциализированным Искусство стало товаром И Дюшан также встраивается в эту логику И критикует старое искусство за его визуальность и коммерциализированность То есть это все можно переконвертировать в деньги Второе Если По логике Дюшана Если я становлюсь художником То необходимо Не просто придумать какой-то выработанный принцип И руководствоваться им В своем творчестве Потому что если я выработал какой-то принцип Например Использовать только простые фигуры в своем творчестве То я становлюсь по сути в рабочем на заводе У меня открывается собственная фабрика В которой я начинаю штамповать Как ремесленник, как рабочий произведение искусства Он уступал против этого У него был такой склад характера Или даже можно сказать склад мышления Который позволяет его назвать именно алхимиком Я сейчас объясню, что это значит В широком смысле алхимия это Искусство изготовления золота Искусство превращения несовершенных металлов В совершенное золото Золото, которое лицетворяло собой бессмертие Вечность, истину, совершенство И невозможны алхимические школы Невозможны алхимические кружки Невозможна передача традиций Учителя к ученику Алхимик всегда Одиночка Это связано с тем, что В алхимии главная работа происходит С собственным воображением Здесь алхимия опирается на такую Неоплатоническую традицию Идею, что душа Говорит на языке образов Эти образы всегда Максимально индивидуализированы В нас, конечно, поступают образы внешнего мира Особенно сейчас Современно человек это чувствует Когда можно, не знаю Весь вечер играть в компьютерные игры Или смотреть какие-нибудь сериалы Какие-нибудь передачи Вы закрываете глаза Они там начинают своей жизнью Вас паразитировать Ходить, бродить И алхимик должен работать Именно собственными индивидуальными образами Отделять, как говорится Грубое от тонкого Есть грубое Это привнесенное Социальное Общественное То, что не является Сугубо индивидуальным А есть тонкое Такое, которое нужно еще раскопать Обнаружить Отделить свое от несвоего И работать именно с этим И каждый алхимик Работает именно С собственным воображением И в этом плане Другой человек Который достиг Каких-то высот В этом искусстве Он Не то, что Не может помочь Начинающему алхимику Он может ему навредить Поскольку начинает Привносить в него Какие-то свои образы Дюшан Также становится На позицию алхимика Он начинает Изобретать искусство С нуля Вот обычно Когда мы говорим О каком-то художнике Мы всегда можем Каким-то образом Его Встроить В какую-то историческую традицию Даже дадаистов Которые Казалось Создавали Невизуальное искусство Процессуальное Незавершенное Скандальное Тем не менее У них были свои предшественники У Дюшана Таких предшественников Не было Единственное Дюшану Очень импонировала Фигура Леонардо да Винчи Который Понимал искусство Примерно так же Как Дюшан Искусство Это не ремесло Это изобретение Леонардо да Винчи Каждую свою картину Каждое свое произведение Начинал с нуля Леонардо да Винчи В первую очередь Был изобретателем Марсель Дюшан Также был изобретателем Он создал не так уж много Арт-объектов И каждый из этих арт-объектов Был создан по своим Новым законам и правилам Изобретение Изобретательство Подразумевает Еще такой особый режим Существования Когда Как гласит Алхимическая максима Арс Тотум Реквирит Хоменом Искусство требует Человека целиком Изобретатель Входит в такой режим Мышлений Или даже режим жизни Арс Вивенди Искусство жить Когда Его Вот эта вот Миссия Его деятельность Занимает его Фулл тайм Полностью То есть он занимается этим Все время Даже находясь В каких-то повседневных вещах Занимаясь Не знаю Чисткой зубов Завтракая Ложась спать Все вот эти Казалось бы Ритуализированные вещи Максимально Не требующие от нас Никакого Осознания Или мышления Они становились Таким предметом Особого Мышления И это как раз Позволило Дюшану Видеть в повседневных вещах Какую-то необычность Видеть в повседневном Потенциал Для того Чтобы это повседневное Стало произведением Искусства То есть чем-то Таким Что выбивается Из привычного Размеренного Ритма жизни Здесь Вот справа Изображена Фотография его Инсталляции Которая называется Невеста Раздетая Своими холостяками Он ее Очень долгое время Продумывал И Он даже написал Почти Знаете В духе Леонардо да Винчи Такой манускрипт Стилизовал Под Чертежи да Винчи Эту работу Где он пытался Описать Каким образом Происходит Процесс Превращения Там Невесты В раздетую Невесты В новобрачную Его вообще Интересовала Тема Трансформации Тема Превращения Любимая Тема Алхимиков Будьте добры Следующий Слайд В тему Превращения Почему же Алхимия Это искусство Изготовления Золота Другое название Это хризопея Буквально Искусство Изготовления Золота Каким образом Возможно Превращение Чего-то В золото Превращение Вещи Из одного Состояния В другое Алхимик Видел Имел Особую Картину Мира Согласие С которой В основе Всех Вещей Лежит Первый Принцип Есть Единое Кто знаком С философией Неоплатонизма Вы можете Применить Эту схему Переложить Ее на Алхимию Есть Некое Единое Которое В скрытом Виде Существует В каждой Вещи Самой Грязной Самой Невзрачной Вот Представьте Самую Грязную Непристойную Какую-то Омерзительную Вещь И там Будет заложен Первый Принцип Представили Жуть И теперь Представьте Что эту вещь Можно превратить В чистое Золото Золото Является Метафорой Вот Этого Первого Принципа Золото Это символ Вечного Бессмертного Совершенного И алхимик Верил Что Любую Несовершенную Вещь Можно превратить В золото За счет Того Что Эта Золотая Частица Единого Содержится Во всех Вещах Эту Аналогию Можно применить К искусству И Дюшан Этим И занимается Что Если Рассмотреть Взять Какую-то Вещь Из повседневности Вот Которая Самая Такая Казалось бы Ну Неказистая Или Распространенная Или Та Которую Обычно Которая Является Частью Нашей Повседневной Жизни Она Настолько Интимная Она Сокрыта От Публичности Например Писсуар У многих Режиссеров Даже Были Проблемы С С Их Фильмами Когда В кадры Вообще Попадал Писсуар Или Унитаз Потому что Это считалось Чем-то Таким Гадким Каким-то Предметом Который Не стоит Вообще Выносить На публику Наружу То есть Люди Этим Пользуются Ну пусть Они пользуются У себя Дома Но Не надо Делать Из этого Предмет Искусство И Дюшан Как раз Таки Рискует И решает Сделать Из этой Повседневной Вещи Из Обычного Белого Фаянсового Писсуара Произведение Искусства Каким образом Это удается Сделать Дюшану Когда На той Самой Выставке Семнадцатого Года Этот Писсуар Не выставили Но узнали Имя Художника Возник Скандал Возникла Бурная Дискуссия Обсуждение И Все-таки Теоретики Искусства Начали Склоняться К тому Что Да Это Произведение Искусства Аргумент Художник Выбрал Эту вещь Значит Каким-то Образом Он не Разглядел Ценность И Это Позволило Ему Предложить Эту вещь На экспозицию Здесь Ключевым Моментом Было Имя Художника Марсель Дюшан Уже Заявил Себя В качестве Кубиста Он создал Картину Обнаженной Спускающейся По лестнице Это Стало Шедевром Кубизма И Марсель Дюшан Получил Имя Знаменитого Художника Заручившись Этим Именем Он Позволил Вещи Приобрести Новую Жизнь Получить Новую Функцию Или Точнее Лишить Его Привычной Функции Как Известно Марсель Дюшан Купил В отделе Сантехники Новый Писсуар И Сбоку Приписал Непонятно Было Тогда Что это Имя Фамилия Эрмут Что такое Эрмут Или Эрмат Это можно было Прочесть Как знаете Такую Анаграмму Аромат Тип Ароматный Или Там На французском Это может Было Передено Быть Как Дурак Ароматный Дурак Эрмут И там Было Еще множество Всяких Игр И Дюшан Всячески Если взять Любую деятельность Которой он занимался Все это Было Связано С игрой Игра слов Игра шахматы Игра с логикой Игра с визуальностью С невизуальностью С искусством Таким образом Писсуар Стал Президентом Искусство Помимо Имени Художник Еще Сделал Знаете Такой жест Очень важный После того Как отвергли Его писсуар Он Его забрал Пошел В фотоэталье Своего Известного Фотографа Сфотографировался С ним И Тем самым Задокументировал Что была Такая-то работа Через Десятилетие Вспомнили О том Что есть Вот Такая Работа Но У Дюшана Уже на руках Не оказалось Этого Писсуара Как Говорит Биограф Дюшана Марсель Дюшан С ним Отфотографировался И Выбросил Мусорку Теперь же После этого Было создано 8 копий Этого Писсуара И Один из Писсуаров Достиг Стоимости 1 миллион Долларов Для Дюшана Вот Концепция Редимейда Заключалась В том Чтобы Законсервировать Случай То есть Взять Какой-то Момент Зафиксировать Его А потом Можно На помойку И Он Всячески Боролся Вообще С институцией Искусства Которая Пыталась Любой Любой Объект Любую Картину Как-то Законсервировать Мумифицировать Поместить В музей Как в Мавзолей И пусть Она там Гниет Люди На нее Смотрят На этот Окоченелый Труп Но люди Будут Всячески Ностальгировать Говорить Вау Это вот Наш Антиквариат Это шедевр Сам Дюшан При своей жизни Не продал Ни одного Редимейда И для него Это была Принципиальная Позиция Показал Зафиксировал Выбросил Вот так Должно жить Искусство Искусство Должно быть Предметом Для обсуждения Для беседы Для него Важный был Вопрос Вообще Что такое Искусство Где границы Между искусством И не искусством Вот он Поместил этот Писсуар В качестве Провокации И для него Было радостно Что люди Начали обсуждать Является это Искусством Или нет Сам он считал Что не является Для него Было важно Продемонстрировать Такую Знаете Закостенелость Мышления Самого Института Искусства Который Стремится Знаете Как Вот Вот все Что туда попадает Все вот Собирать Как-то Перемусоливать Вот как-то Обрабатывать Делать своим Привычным Присваивать Институт Искусства Очень не любит Чего-то Такого Знаете Чужого Что вот Вторгается В их область Искусство Называется Таким образом И к этому Никак не подъедешь Козе не подъедешь К этому Писсуару Что это такое Искусство Это или не искусство Давайте назовем Это искусство Мы будем Всячески Как мантру Повторять Что это искусство Юшан пытался Всячески Проблематизировать Искусство Сказать что Иногда В художественное Пространство Попадают вещи Которые Не являются Искусством Каким образом Они туда попадают Превращаются Они в искусство Или нет Для него Тема превращения Была очень важна И в других работах Он всячески Играл с этой темой Когда Невеста Становится Новобрачной В какой момент Когда Девушка Становится Невестой Когда Холостяк Станется Женихом Когда Писсуар Становится Редимейдом При том Что Эти границы Действительно Очень размыты Непонятно В какой момент Этот писсуар Стал стоить Миллион долларов Следующий слайд Пожалуйста Следующий Важный Алхимический Принцип Который Можно Углядеть В творчестве Марселя Дюшана Остерегайтесь Физического В материальном И Марсель Дюшан И Традиционные Алхимики Всячески Выступали Против Буквализма Для алхимиков Очень важно Было Увидеть Вещь Как Многослойную Как Такую вещь Которая Наслоена Шелуха Есть Шелуха Такая Нанесенная Ты ее Снимаешь 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 И потом Видишь В этой вещи Проглядываешь Где-то В глубине Сердцевину Чего-то Очень важного Стоящего Интересного И для Дюшана Также Было Важно Видеть В материальном Ну можно Сказать Духовное Или Идеальное Видеть В материальном Именно Идею И Вот Эта Идея Становится Возможно Таким Знаете Кирпичиком Который Закладывает Основы Для Концептуального Искусства Ведь Концептуальное Искусство Возникает Через Задавание Следующего Вопроса А возможно Можно ли создать Такое Произведение Искусства В котором Форма И содержание Будут Неадекватны Друг Другу Например Форма Будет Какая-то Неказистая Первой Попавшейся Но Она Будет Отражать Какую-то Идею Вы Можете Вспомнить Множество Всяких Странных Арт-объектов Вроде Мертвая Акула Демиана Херста Которая Протухла Ее Заменили На новую Возможно Что и эта Новая Версия Тоже Скоро Протухнет Ее Нужно Будет Заменять И Для Демиана Херста Важно Было Показать Что Важна Не Акула А то Пару Миллионов Долларов На эту Работу По-моему Стоило 8 Миллионов Долларов Это Акула Которая Потом Прогнила У нее Пасть Захлопнулась Она Уже Перестала Быть Такой Опасной Зубастой Ее Заменили На новую И Марсель Дюшан Создает Вот Такую Работу Это Разновидность Родимейда В начале 20 века Очень популярна Была Работа Джоконда Леонарда Да Винчи В связи С тем Что ее Похищали Потом Находили С ней Было Множество Различных Историй И это Конечно В связи С этим Возрастала Популярность Этой Работы Она Настолько Возрастала Что Сама Работа Перестала Обсуждаться Критически Рассматриваться Интерпретироваться Если Знаете Кого-то Не обсуждают Или критикуют Не критикуют То он Выпадает Из социального Контекста Если Кого-то Только Хвалят Кто Это Такая Знаете Загадка О ком Только Хорошие Либо Ничего О покойнике Вот Джоконда Была Таким Покойником В истории Искусства О ней Можно Было Сказать Либо Что-то Хорошее Либо Промолчать И Марсель Душан В связи с тем Что Начали Выпускаться Открытки Купил Такие Открытки Пририсовал Усики Джоконди Пририсовал Бородку И Внизу На лицевой Стороне Здесь Плохо Видно Написал Пять букв Это Аббревиатура Которая Расшифровывается Крайне Непристойно А если Расшифровывается Другим Образом То Перевод Еще Более Непристойный Таким Образом Душан По крайней мере Показал Продемонстрировал Что возможно Пошутить Над Не над Покойником А над Шедевром Тем самым Его оживить Ну по крайней мере Актуализировать О нем Можно Опять Говорить Да Через Скандал Через Провокацию Да Через Непристойную Шутку Но Ну все Люди Расслабьтесь Теперь Можно Говорить О тех Шедеврах Которых Было Принято Молчать Теперь Все Это Можно И В алхимии Есть Такой Аспект Сатериологический Есть Идея Спасения В алхимии Она Очень Жестко Укреплена Сам алхимик Когда Создает Философский Камень Который Помогает Превращать Вещества Несовершенные В совершенное Золото На самом деле Он не хочет Разбогатеть Для многих Это Есть Вот эта Превратная Мысль Что Алхимики Пытались Создать Философский Камень Что все Вокруг Превращать Золото Для того Чтобы Разбогатеть На самом деле Те усилия Которые Алхимик Прилагает Чтобы получить Философский Камень Того Не стоит Проще Ограбить Не знаю Ювелирный Магазин Или банк Это будет Гораздо Надежнее Это будет Более Доходно Но Изготовление Золото Само По себе Не являлось Ценностью Алхимик Просто Через Превращение Свинца В золото Проверял Насколько Хорошо Он справился Со своей Внутренней Работой Насколько Хорошо Он совершил Это великое Делание На самом деле Алхимик Заботился О спасении Собственной Души О том Чтобы стать Бессмертным И Помимо себя Помимо заботы О себе Алхимик Также заботился О внешнем мире Он пытался Таким образом Спасти И внешний мир Можно в нейтральном Смысле Говорить О том Что алхимия Имеет Такой Врачевательный Характер Брать Несовершенные Вещи Вылечивать И делать И делать Их Здоровыми Делать Их Золотыми Вот В русском Языке Нету Таких Терминов Но Есть Вещи Которые Которые Мы Используем Одноразово И выбрасываем А есть Такие Более Многоразовые Вещи Которые Мы Употребляем Долгое Время Долгие Годы И вот Открытки Это как Листовки Как Буклеты Это Такие Вещи Которые Долго Не живут Мы Их Посмотрели Повертели Они Красивые И Выбросили По сути Дюшан Вылечил Эту вещь Он Вытащил Ее С круговорота Вещей Из вот Этого Ритма Взять Поглядеть Выбросить И сделал Из нее Радимейд Который До сих пор Хранится И стоит Поменьше Чем Писсуар Это все-таки Открытка Ну Примерно Полмиллиона Долларов Он Очень Заботился О вещах Он Заботился О вещах Пытался Их Вытащить Из привычного Контекста И дать Им Новую Жизнь Но Он Понял Что Многие Художники Могут Этим Злоупотреблять И он Сам Может Этим Злоупотреблять И поэтому Он Решил Раз в Год Выпускать Какой-то Радимейд Не Чаще Чтобы Музей Не Превратился В Свалку Ну И После Дюшана Музей Превратился В Свалку Многие Художники Начали Таскать Эти Радимейда Только Успевая Туда-сюда И Музей Конечно Превратился В Такую Мусорку В которой Уже Эти Радимейды Не Отличались Каких-то Вещей Которые Просто Существуют В этом Музее Как Наверное Вы знаете Множество Этих Шуток Когда Человек Задумался Над Какой-то Вещей А потом Подходит Какой-нибудь Искусствовед И говорит Что Это Просто Не знаю Стул На котором Сидит Музейный Работник Множество Таких Казусов Происходило Сам Сам Дюшан Пытался Создавать Эти Радимейды Исходя Из тех Идей Которые У него Рождались И причем Он их Рождал Очень долгие Годы Он мог Делать Один Радимейд Или какую-то Инсталляцию Десятилетия Когда Он решил Что все Что он мог Сделать Для Искусства Он сделал Он Ушел В шахматы Он Участвовал В шахматных Олимпиадах Участвовал Даже с известным Шахматистом В одной команде С Алехиным Когда В шахматах Оказалось Что он исчерпал Возможности Шахматиста Что Хорошие Шахматисты Когда встречаются Они всегда Играют в ничью Потому что Они так Просчитывают Ходы Что Они могут Играть только В ничью И тогда Дюшан Придумывает Особые Такие комбинации Которые позволяют Носить шахматы В случайность Для того Чтобы Хоть как-то Реанимировать Шахматную игру В шахматах Какую-то Неожиданность Привнести То есть Он даже Пытался Шахматы Хоть как-то Вывести Из равновесия Дать им Какой-то новый Глоток Свежего воздуха И Будьте Будьте Добры Следующий Слайд Последний Слайд Вообще Дюшан Здесь Выглядит Очень Довольным Счастливым И Ну В связи с тем Что ему Всю жизнь Не нужно было Заботиться О деньгах Он жил В обеспеченной Семье Отец Ему оставил Хорошее Наследство Он Не продавал Своей Редимейды Он был Против Этого Он сказал Что я не собирался Тысячами их Производить Вообще Их продавать Не собирался Для меня Это было Игрой Это было Теоретизирование Искусства И именно На этом поле Он стал Известным Художником Для многих Конечно Марсель Дюшан Остается Очень провокативным Скандальным Художником Который Перечеркнул Все традиционные Представления Об искусстве Похоронил Его На самом деле Он Показал Что можно Увидеть Другой Контекст В произведениях Искусства И здесь Он не одинок Здесь Мне кажется С ним Солидарен Гегель И если бы Гегель Увидел Писсуар Дюшана Я думаю Что ему Эта идея Понравилась Вот В связи С чем У него Был такой Концепт После искусства Гегель Рассказывал В своих Четырех томах Эстетики Что История движется Таким образом Что искусство Тоже изменяет Свои формы Оно Начинает Как более Материальное И становится Все менее Менее Материальным И в какой-то Момент Он предположил Искусство Может Вообще Лишиться Визуальности Произведение Искусства Может стать Просто Выражением Идеи Без Выразительной Формы И я думаю В этом плане Дюшан Воплотил Эту идею Эту гипотезу Гегеля Когда показал Что произведение Искусства Может Выражать Какую-то Идею Проблематизировать Саму природу Искусства Наводить Его границы И Не быть Красивым Благодарю За внимание АПЛОДИСМЕНТЫ